всем привет с вами дмитрий урсул сегодняшнее видео хотел поговорить на тему новый mac os sequoia которая вышла у нас 16 сентября также обновились все остальные операционные системы apple но в этом видео я сфокусируюсь именно на нашей теме на теме logic на теме mac os вместе с logic потому что уже появились вопросы в чате и в нашем telegram чате logic про хелп если вы не там то обязательно заходите на тему того можно ли обновляться если какие-то проблемы если какие-то косяки скажу сразу основную свою машину рабочую mac studio я не обновлял и пока наверно до нового года не планирует этого делать но не потому что я чего-то боюсь или потому что там какие-то плагины или программы не поддерживаются а просто потому что пока много работы на этой машине я пока не готов на несколько дней и минимум на два дня и и выключать а вот с макбуком и я фоновом режиме в течение вот этой неделе я все переустановил я снес полностью систему сразу оговорюсь я последние два раза у меня макбука 21 года то есть это его четвертая получается операционная система уже изначально был биксер потом у нас был монтерей потом собственно санома и вот сейчас секвое 4 так вот после биксер обновления на монтерей и на санома я делал поверх то есть я просто делал обновление через системные настройки он там что-то делал что-то обновлял и у меня по новой системы продолжала работать я так делал именно на своем макбуке который напомню меня не основная рабочая машина его просто ввожу с собой там если нужно на гастроли где-то что-то сделать нам лоджики что-то подправить какие-то проекты и его использую на концертах для воспроизведения плейбеков в этот раз я решил все-таки пойти другим путем потому что последний год я заметил что макбук стал как-то как будто чуть тупить на саноме по сравнению с тем же mac studio есть некая разница ну вот и я решил все-таки сделать как как это я всегда за это топлю и в чате тоже говорю что поставить просто с нуля то есть я стер полностью системный диск я сделал полный сброс mac os и с флешки я установился ну я привык просто флешки делать сейчас можно это делать через облако я установил абсолютно свежую секвой просто вот с нуля можно сказать на второй день после ее выхода я прямо этим заморочился и поставил соответственно с нуля все свои основные программы и все плагины то есть вот сейчас у меня все установлено и сейчас я вкратце вам расскажу какой вот такой первый опыт от использования новый mac os доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу boost и и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене и так по поводу сама mac os в принципе глобально ничего не поменялось до появились новые приложения пароль что довольно удобно что можно там все хранить и быстро то что-то записывать ну то есть классное приложение также появился iphone видео повтор то есть можно прям управлять через компьютер айфоном там читать уведомления так далее ну то есть для тех кому это нужно в целом глобальном нас ничего толком не поменялось то есть даже с тем которая была такая осталась и это кстати сказывается и на плагинах потому что я помню были времена когда все производители плагинов в прям как один писали что пожалуйста не обновляйтесь на mac os новый потому что мы еще не протестировали там были реальные проблемы когда big sur вышел тогда не все плагины поддерживались там слайд диджитал вылетал постоянно то есть были реальные проблемы здесь никаких предупреждений нет написали только единственный eventite производители плагинов но я у меня есть три их плагина и все работает идеально заходя в logic то есть сам logic ну как работал так работает 11.0.1 версия то есть та же самая пока апдейтов никаких не было под новую систему именно самого лоджика но возможно в ближайшем временем они появятся просто какие-то минорные обновления но пока в лоджик работает также стабильно как и работал на саноме а что касается плагинов у меня раз раз запустилась вообще все то есть вот все плагины некоторые даже плагины не обновлялись 22 года то есть установщики у меня запустились абсолютно все то есть все работает все зарегистрировал все хорошо некоторые пришлось ставить через vpn потому что они к сожалению сейчас нам не дают и в россии это делать но мы все это успешно обходим сразу скажу у меня все плагины куплены то есть я пиратские плагины вообще не ставил на систему но так я по мере того что у меня много учеников и я при мне приходится в том числе следить за пират тем что происходит на пиратских сайтах по плагинам я так вроде как вижу там много последних версиях разных самых популярных плагинов присутствует поэтому можете смело ставить те версии которые у вас последние самые свежие есть для саномы и в принципе они точно будут работать и на на собственно новой сиквое но есть один нюанс вы знаете такую команду как disable gatekeeper которая позволяет через терминал отключить и позволить нам в настройках безопасности запускать запускать сторонние приложения то есть вот кондиционер безопасность у нас здесь есть разрешить используемое приложение из любого источника и вот когда у нас появилась бета у сиквое очень многие кричали о том что вот теперь нельзя вот вводишь эту команду в терминале она выдает какую-то ошибку что больше эта команда не поддерживается но на самом деле все поддерживается то есть это со старой команды до сих пор актуально я рекомендую после установки всегда в первую очередь вести единственное что терминал вам скажет перейдите вот сюда вот в это меню конфиденциальности безопасность и вот здесь у вас появится как бы такое предупреждение что у вас будет стоять продолжать appstore или вот этот вот вариант и вас появится как бы со знаком таким ну специальным любого источника вам нужно будет нажать и ввести свой пароль то есть вот и вся разница то есть многие переживали что теперь нельзя из любого источника запускать программу или что-то устанавливать а пиратские плагины в том числе у нас 0 какие-то сторонние там какие-то неподтвержденные официальными сертификатами может быть устаревшие по они как бы вот если у нас вот эти две настройки они просто не будут запускаться или будут через костыль что вам нужно быть также в это меню заходите здесь подтверждать точно разрешение на запуск программы вам нужно будет делать каждый раз это очень неудобно поэтому проще сразу поставить любого источника но быть уверенным в том что вы скачиваете что устанавливаете потому что есть сейчас появились на том же там рутрекере появились раздачи где есть всякие шпионские трояны которые воруют пароли и записи вот этого приложения пароли то есть будьте осторожны лучше ничего никакие программы сторонние для разрешения запуска всяких скажем народных плагинов или программ лучших не ставить то есть пользуйтесь той же самой старой доброй командой через терминал который является официальной маковской команды это не какая-то пиратская команда и просто здесь ставите любого источника вводите свой пароль или отпечаток пальца если он у вас есть и все и у вас все как работал так работы здесь единственное отличие за которую некоторые переживали что как же теперь переходить если у меня не все там официально не все купленное вот что делать вот эта проблема решена то есть ее нету вот во всем остальном как я говорю никаких проблем нет то есть у меня многие плагины которые у были скажет окуплены они некоторые не обновлялись как я уже сказал 2022 года никто даже 21 год при самой свежей установщики которые могу официально скачать со своего личного кабинета и у каждого из производителей есть там реально устаревшие и даже они спокойно запускаются работают вот вы здесь видим можете видеть весь список который у меня представлен плагинов и они все абсолютно запускаются то есть даже и сам экзоскоп тот самый многострадальный который у некоторых даже на какие то более ранних версиях mac os почему-то как-то странно запускается у меня все запускается четко никаких проблем то есть все плагины у меня в принципе просканировались все хорошо никаких сложностей не было ни с чем никакие ошибки никто не выдавал вот так что если вот у вас прям есть жажда обновиться поскорее попробовать новые возможности системы и вы можете это сделать но как я уже сказал я это не рекомендую если у вас прямо какая-то очень важная сейчас работа идет или у вас какие-то плагины за которые вы не уверены я например сюда ставил плагины только для обработки звука я инструмента практически не ставил то что на макбуке я не делаю аранжировки я только максимум делаю какие-то корректировки в сведении если я где-то в пути поэтому я сюда ставил только аудио fx плагины я не ставил инструменты сторонний ну кроме артурии которыми автоматически ставится поэтому за инструменты я говорить ним не буду может быть какой-то из инструментов там синтезаторов и отваливается на новой системе это конечно надо тестировать в каком-то таком ручном режиме ноут глобальная смотрю по всем разработчикам все поддерживается то есть соответственно я думаю что есть инструментами тоже проблем быть не должно что ж вот такое получилось видео надеюсь что она будет вам полезно еще раз говорю обновляйтесь на свой страх и риск я обычно рекомендую подождать хотя бы там до ноября декабря когда выйдет хотя бы новая версия . один то есть там сейчас нас 15 mac os 15.1 кто момент уже точно поправить какие-то вот какие-то косяки системы возможно кого момент еще и выйдет новая версия logic который уже будет поддерживать именно новую операционную систему просто сейчас пока logic у нас был выпущен для саномы пока для секвой не было обновления но я думаю на скоро появится там октябре в ноябре и тогда можно смело уже обновляться то есть тогда точно все будет работать все будет собрежно если ваше железо поддерживает то все будет работать раз это тоже никуда не делась раз это осталось то есть вы привыкли запускать лоджик через режим розетта тоже все будет работать без проблем что ж пишите свои комментарии кто уже успел обновиться как вам новая система кто не успел обновиться тоже пишите там какие-то свои вопросы если есть сложности постараюсь вам помочь ну и обязательно вступать в наш telegram чат там мы также обмениваемся опытом какими-то вопросами если у вас что-то будет вдруг возникать по мере использования также пишите будем вместе разбираться что же с вами был дмитрий урсул увидимся с вами следующих видео всем пока